добрый день я по вопросам забрать вещи свои из-за прожить я хочу ну вы при полномочениях вы при вы при государственных уполномочения при государственной я веду общественном месте запись но это не мешает мне вести запись для доказательства я не посещаю закладывающие свиты я посещаю ректора правильно я посещаю ректора по вопросам того что я хочу забрать свои собственные вещи который принадлежит принадлежат мне и позволь на козаконных оснований находится там в общежитии и ректор это мои вещи какие доказательства я должен доказать на свои вещи если они мне принадлежать которые мои являются да это что совпадение когда закрыли пожитие на ремонт я скупал их у людей да я не не успел я не смог их забрать по причине того что рак нанес на меня телесные повреждения это доказательство того что я не смог их забрать тот день когда мне дали разрешение на вывоз вещей у меня есть документы подтверждающим это я был суде суд послал внес по на становление на открытие к углу на ответственности против этого человека это есть второе доказательство что человек нанес мне телесные повреждения ну вот яд не к вам пришел я пришел на прием к ректору ну подождем тогда его здесь я ожидаю ректора я попросила вас покинуть помещение я ожидаю приема ректора меня ректор игнорирует всяческим путем я не пришел на личный прием к ректору я не перешел на прием вы на карантине как возможность процесс продолжаться ну а я пришел на личный прием по причине того что ректор меня игнорирует по общению и как игнорирует я не получил я обращался ранее я к вам обращался я к вам ранее обращался четыре раза потом а в ответ не получил ни одного ответа поэтому я пришел сюда физически чтобы я выслушать снять это на видео и в суде потом предоставить доказательство того что ректор не хочет выполнять мои просьбы и мои письменные просьбы которые я писал до этого месяц прошел уже я не получил ответа у меня есть доказательства я их предоставлю в суде они вам вас есть мои письменные обращения будьте смотрите на них не даты когда их написал ну я вот хочу для суда за раз афиксировать тот факт что вы меня нет дает и мы и вещи видео доказательства того ну лично не вы лично ректор даете указание то что да он дал указания какие доказательства я должен предоставить которые вещи я вынес в присутствующий рак своей комнаты какие доказательства должен предоставить у меня комнаты не закрываются на замок и поместил все вещи померяк я объяснил это все в заявлении почему вещами находится там при каких обстоятельствах они возникли там почему до сих пор это все изложено писем заявление рига не почитал за целесообразность принять это как объяснение почему эти вещи мои и почему они там находятся есть также заявление о других жильцов этого жить и которые передали мне права на эти документы я ожидаю ректора пока он меня не примет я не буду я не не я не покинул это причине пока он меня не примет на прием ну тогда я буду я как я приходил вас прошлую пятницу вас не было по за прошлую пятницу приходил вас не было меня не принимали в пятницу у меня есть видео доказательства что я пошел и закрытая дверь была я дергал ручку ну вот так вы же говорите в пятницу приемный день в пятницу приемный день я пришел в пятницу на прием к ректору почему я должен записываться, если у меня приемный день в пятницу? Потому что у нас запись, у нас есть журнал. Так его даже не было на рабочем месте. У меня есть видео доказательства того, что его не было в пятницу дважды на рабочем месте. В одну пятницу и вторую пятницу. Что значит не был на рабочем месте? Я приходил, дергал за ручку дверей, никто меня не открыл. Я стучал, никто не открыл. И поэтому я это зафиктировал. Что можно пойти на кафедру в отдел кадров или куда-то по территории? Вот в суде будете объяснять, почему я приходил к вам дважды и меня не приняли на ремонт. на прием. А потом вот это видео я буду предоставлять в суде, как доказательство, что вы не хотите меня принимать на прием. Послушайте, молодой человек. Вы отвлекаете меня сейчас от работы пустыми разговорами. Для вас они пустые и вам не нужны. А мне важны вопросы. Потому что это касается моего личного имущества, которое ограничено. Я не посещаю вуз, я посещаю ректора. Вы не наш студент. Я посещаю все ректора. Посейте, пожалуйста, помещение. Пожалуйста, дистанционно, электронная почта, пишите письма. Я не получаю на них ответы, поэтому я пришел услышать ответ в устном виде с применением технологии записи. Вы сейчас пришли и показали все свое красивое поведение, что нам пришлось вызвать милицию. Да? Чего же вы не вызвали? Вот, пожалуйста, опять. Я говорю, красная зона, затрешено посещение заплате высшего света. Не имеет права находиться молодой человек сейчас в помещении. Поряжусь. Что случилось? Пройдемте по-напрошу с вами. Куда с вами я должен пройти? А вы кто? Вот, начальник. Как вас зовут? Михаил Анатольевич. Михаил Анатольевич? Идемте на Кистород поговорим, что здесь на помещении, но нельзя. А что я должен с вами проходить? На каком основании? Что вы хотите? Ну, я не к вам обратился. Я пришел к ректору на прием. У нас приема нет. У нас в карантине. Ну, так вот, я хочу это услышать от директора лично, что нет приема. Я хочу это зафиксировать в судебные доказательства, чтобы были доказательства. Я уже объяснил человеку, который представляет интересы ректора, который секретарь его. Я вот дождусь, когда придет директор, и я зафиксирую его отказы на телефонную связь, точнее, на камеру, чтобы я мог потом это предоставить как доказательство. Что именно хотите от ректора услышать? То, смотрите, я не знаю, как вы, вы не в курсе, видимо, но если вы хотите услышать причину, почему я тут стою, то я пришел забрать свои вещи личные, которые ректор ограничивает доступ к моих вещам. Это незаконные основания у ректора ограничивать доступ. Какие личные вещи ваши? Мои личные? Шкафчики, ковры, ковролин. Вам все перечислить? Микроволновку, холодильники и другая бытовая техника. Я с вами согласен. вещи личного использования. Вы говорите, что это ваше. Я с вами согласен. Но вы, прошу, прошу, вы меня убедите, что это ваше. А что я должен вас убеждать? А почему я должен... Убедите, что это курточка ваша. А почему я должен поверить, что это ваше? Ну, а что я должен... Подождите, а почему я должен доказывать, что это мое? Потому что вы снимали помещение в общежитии, которое относится к нашей академии. Правильно. Подождите, что вы берете имущество... Вы знаете, как доказать, что это имущество не принадлежит академии? На каждом имуществе академии есть код, который устанавливается вами, институтом. Вот называется... Так вы даже не впустили меня вам показать, что там нет этого кода. Хорошо, я тут тоже собираюсь. А вдруг это не ваша, а вашего соседа? Слушайте, я несу ответственность материальную, криминальную... У нас есть юрисдикция, которая урегулировала эти вопросы. В случае, если я выкрутую эти вещи, владелец этих вещей, который имеет на это право, если так уже рассуждать, имеет право подать в суд или в полицию заявление... На кого? На меня. Нет, почему? Я вынесу все вещи по описи. Смотрите, есть здесь законные основания какие-то. Если вы боитесь, что я украду вещи, есть опись, есть свидетели, которые проведут опись, а потом по этой описи я даю гарантию, подписи личную, что эти вещи принадлежат мне, и я имею на эти вещи право. И если в случае чего, я буду нести ответственность в суде за свои действия, если я их сделаю неправомерными или еще какие-то. Вы можете тише чуть-чуть вести, вы находитесь в приемной ректором. А можете громче говорить, пожалуйста, чтобы я мог записывать ваши слова на запись? Я не слышу, что у меня плохо с слухом, поэтому я просил бы вас громче говорить. Тише, чуть-чуть себя вести. Я вас не слышу. Можете чуть громче говорить, пожалуйста? Я из-за маски вас не слышу. Можете чуть громче говорить, пожалуйста? Маска была у вас не на ушах. Ну, я же громче говорю, чтобы вы меня слышали хорошо. Я вас прошу, тише, тише. Ну, я так говорю, чтобы мне было слышно, а потом, чтобы я мог распознать ваш голос на записи. Тише, тише. А почему вы меня успокаиваете? Я вас прошу, вести себя тише. Вы находитесь в общественном месте. Это приемная ректора. И что? Так нельзя себя вести. Как нельзя? Вы кричите, нарушаете рабочий распорядок. Вы мешаете вести рабочий... Кто вам сказал, что я кричу? Я не кричу, я так говорю. Я просто громко говорю. С чего вы взяли, что я кричу? Тише себя вести. Записаться на прием. Если вы хотите встретиться с ректором. Хорошо? Я приходил уже сюда 4 раза. Я приходил к вам на прием. Приходил к вашим дверям. Вы так же сами меня игнорируете и принимать. Поэтому меня никто не слышит. Поэтому я с сегодняшнего дня фиксирую это все на видеосвязь. Сегодня у ректора не прием людей. Я это услышал уже от человека, который... Секретар сидит. Ну, так что вы хотите? Дождусь, пока ректор лично не появится. И пока я лично с ним не поговорю. И он меня избегает. Я это зафиксирую на камеру. Теперь его объяснение, которое он... Я же не буду бегать за ним каждый день. Вот вам говорят, пойдите в пятницу. Я приходил дважды в пятницу. Вы знаете, что я увидел? Закрытую дверь перед собой. В две пятницы. Я приходил в предыдущую пятницу и в предыдущую еще перед ней. Запишитесь на прием. Я бывший проживающий в общежитии номер 3, который закрыли на ремонт. Я хочу забрать свои собственные вещи, которые остались у меня. Вы кто, простите? Я зампредседателя наблюдательного совета. Как вас зовут, простите? Игорь Иосиф. Игорь как? Игорь Иосиф. Я пришел к ректору с просьбой, чтобы он дал мне распоряжение. Точнее, дал распоряжение охране выпустить меня с моими вещами в общежитии, где я проживал. Он от меня требует письменные объяснения, почему я должен забирать свои вещи. Я им их предоставил. Он не почитал за телесообразность. Это как доказательство того, что эти вещи принадлежат мне. Я попросил жильцов, которые передали мне в собственность эти вещи, написать тоже от своего имени заявление. Он тоже, начало вчера мне рассказывать, что мы... Ну, ковролин, холодильники, шкафчики и другие бытовые предметы. Там, микроволновка и прочее. И личные вещи. Ректор, не считай... Владитель общежития подтверждает, что это ваше... Владелец общежития какой? Руководитель общежития. Я говорил вчера с комендантом общежития. Она сказала, если тебе надо, Паша, я тебе напишу письма. Согласие о том, что эти вещи принадлежат тебе, потому что я знаю, что это твои вещи. Она не против руководителя общежития, то есть комендантом общежития Вероника Васильевна Кочубей, с которой я вчера говорил, она говорила, я не имею против, чтобы ты забрал свои вещи. Принесите документы. От нее? Хорошо, я предоставлю ректору... Сюда можете сейчас принести? Сейчас принести? Не могу, я могу просто позвонить ей, чтобы она их сюда принесла, если надо. Нет, ну вы принесите. Зачем? Ну ваши же вещи. Нет, мои вещи у меня и там находятся, которые меня не пускают. Я только что был там, меня тоже туда не впустили в общежитие. Кому приходить? Она в отпуске сейчас. Ей нету. Ее отправили в, как называется, в платный или бесплатный как-то отпуск. Вы правильно сказали, комендант сейчас в отпуске. Вот, поэтому я не могу к ней сейчас подойти. Я могу просто в частной форме к ней обратиться в телефоне. Значит, на территории любого заведения есть один руководитель? Допустим, тут ректор. Ну да, допустим. А на заводе директор? Да, конечно. Вот поэтому я пришел сюда. Комендант. Вы с общежития, у вас вещи в общежитии. Значит, руководитель общежития должен дать вам документ, подтверждающий то, о чем вы говорите. Правильно? Нет, не должен. Почему? Ну, потому что она может просто подтвердить, как комендант, что эти вещи я занесил, и они принадлежат мне. Вы живете у меня условно в доме. Да, конечно. Занесли какие-то вещи. Конечно. Потом расторгли мы договор, вы хотите их вынести. Конечно. Я должен подтвердить, что это вещи ваши? Ну, если у меня нет документов, подтверждающих их иззывание, то, наверное, да. Это будет целесообразным, конечно. Ну. Так вот, я обратился к руководителю. Самая логика. Он же руководитель вуза, а не руководитель общежития. Вы понимаете, в чем вопрос? Что ректор склоняется на то, что он не просто не хочет отдать вещи. Что он дает мне понять, что меня Павел зовут Тарасевич. Он мне дает понять, что я не даю вам вещи забрать. Я вам давал вещи забрать просто в рамках времени, которое я вам предоставил. В тот день, когда мы переселялись. Но я не смог в силу желания забрать эти вещи в тот день. И ваши вещи не украдут. Если это ваши вещи, вы их заберете. Так я их хочу забрать. Так заберете? Так я не могу их забрать. Подтвердите, что это ваши вещи и заберете. Слушайте, смотрите, какие обстоятельства произошли. У меня был стол в комнате. Вы все охраняете. Мы сами договорились. Оставьте его. Оставьте его. Занимайтесь. Занимайтесь. Когда мы выселялись, было на опись имущества, когда мы выносили из комнат, присутствующий рак. По указанию ректора. Чтобы она была полномочена провести опись вещей, которые находятся в моей комнате. И в тот день, когда мы вывозили вещи, я после конфликта, драка, мы пришли к соглашению. А сколько лет вы прожали вообще? Четыре года. После того я задаю Людмиле вопрос. Говорю, что мне делать с столом? Это какой очереди? Третья. Я за... Все тоже третья. Да. Скажите, а почему ваша комната находится в таком вот виде? Почему ваши двери вот так вот побитые? Это ваша же комната? Это же мои двери. Еще раз. Это же мои двери. И? И это я их там поставил. И что? И они принадлежат мне. На каком основании? На том, что я их купил. У меня есть чек на эти двери. Это мои собственные двери. Они не принадлежат академии. Вы согласовали установку своих дверей? Установку с чем? Ну, свои двери. Ну, вот вы, допустим... Павел, а розетки вы сняли? Розетки электричества тоже я проводил. В комнате не было, когда я поселялся розеток. И вы взяли и сняли их? Нет, я их не снимал. Во-первых, смотрите, давайте начнем с того. Когда был опис, когда был опис имущества, Людмила Анатольевна, посмотрите, по соглашению с Людмилой Анатольевной, так как моя комната не закрывалась на ключ, сказала, давайте, чтобы у вас не было вопросов. Вот есть охрана. Тогда, в тот день, уже поставили охрану. Вы свой стол вынесите на коридор, поставите возле охраны. Это же все же на камеру снималось. Там есть камера подтверждения, что я выносил этот стол. Я выношу, и она говорит, вы заберете без проблем в любое время, когда вам будет удобно. На следующий день я прихожу забрать стол с покупателем, потому что я его продавал, этот стол. И мне говорит охрана, извини, я не могу тебя впустить. Вот у нас наказ о том, что по распоряжению ректора мы обесписываем разрешение ее, и ректора мы не можем вам выдать эти вещи. Ее это про ректора? Про ректора, да. Павла Олеговна Анатольевна. И я говорю, ну хорошо, если вы меня не впускаете, значит мне надо обратиться к человеку, который дал это распоряжение. Вот я обратился в письменном виде, в устном виде. Ольга Анатольевна, когда я к ней приходил, ее не было на месте, но я при этом обращался к ней тоже письменно. Она мне ответа не дает. Она ректор перекидывает все полномочия на Ольгу Анатольевну. Ольга Анатольевна это дело тоже так же само игнорирует или всячески пытается... Ольга Анатольевна вам надано письмо на электронную адресу. Да, я получил его. Ольга Анатольевна там три питания. Да. Я купил этот стол, давайте сразу ответ даю. Я этот стол купил на рынке, на привозе. Это на этот стол. Нет, так вы же дали вопрос, давайте сразу получите ответ на него. То же самое, только тише. Хорошо, этот стол я купил из рук руки. Вы знаете, у нас практика в Украине, разрешает... Давайте идемте сюда. Нет, давайте тут продолжим. Вы мешаете работе ректора. Я хочу к ректору на прием. У ректора есть время приема. Я обещаю вам, что я вас проведу на прием. Идемте сюда. Запишите мне, пожалуйста, на прием к ректору тогда. Хорошо. Возможно, все... Ну все же реально, понял. Мы обо всем договоримся, только по-человечески обо всем договоримся. Если вы адекватный человек, я... Но с меня делают дурака. Вот не надо. Нет, с меня делают дурака. Вы не видели того... Вот, Ольга Анатольевна, объясните, пожалуйста, какие вам документы надо на те вещи, которые я купил в БУ, которые у меня 10 лет простояли, извините, во всежитии, или даже 3 года, 4 года, на которых жирчеков даже по здравому смысле нету. Какие вам документы предоставят право собственности? Документы право собственности тут могут и не быть, но документы о том, что вы внесли их как свои вещи, он должен быть, правильно? Есть в жите камера наблюдения? Есть. Они смогут проверить по камере, что я занесил этот сток? Могут, без проблем. Но сможешь? Подождите, секунду, это неправильно говорить. Ну а как? Подождите, я должен доказать. Через вынести, а потом занести. А как доказать, что вы не вынесли эти вещи, а потом занести? Смотри, когда я занесил эти вещи, вообще любые вещи, двери, окно, свои личные... Ну хорошо, вы запишите, я сейчас выйду, вы запишите меня тогда. Это 23 число. 23 число. Да, это 15. Можете? Да, конечно, могу. Я вынужден каждый день ходить сюда, потому что мне же не дают права выбора в один день забрать вещи все. 12.00. Василий Васильевич. Ну все, спокойно. Вся днем я разберемся. Павел Юрьевич, да? Да. Сейчас меня запишут, я это зафиксирую, чтобы я мог потом это так же самое... Номер телефона свыкнуть. 095 59 59 Еще раз 59? 959 Как вы сказали? 59 59 959 959 959 А 9, 5, 9 Добрый день. Добрый день. Я могу сфотографировать, сфиксировать запись, что вы действительно произвели у меня, чтобы я мог это использовать как доказательство. Да, я не буду использовать запись других людей. Зачем? Просто запись крипту. Не, ну тем не менее, видите, тут у нас такие строятся отношения, где мне приходится все доказывать, поэтому... Ну, это не я спровоцировал такие отношения. Я по-человечески пошел к РАК забрать свои вещи и других людей впускают. А вы знаете, что спровоцировало? Я уверен, что тихо. Вы знаете, что спровоцировало такие отношения? Я вам скажу, я написал заявление в полицию на РАК, на сотрудника этого учреждения за то, что он меня избил в тот день, когда я не смог забрать вещи свои. И вот это и спровоцировало ко мне отношения предвзятое. Вот так у меня есть... Первое, вы ошибаетесь. Это вы применили силу нашему сотруднику. И я видела лицо этого сотрудника в этот день. Не надо. Да, да, серьезно? А вы видели, вы были очевидцем, вы были очевидцем событий? То как вы можете утверждать то, что я избил человека? Первое, я видела человека, я видела следы крови. Вы были очевидцем происшествия? Нет. Как вы можете утверждать, что это я избил человека? Второе, вам это было надо... Я вам скажу, что вот если мы затеяли бы с вами сейчас драку, понять, кто из нас, кто участник и кто кого, это очень сложно. Есть свидетели. Так есть свидетели. Можешь свидетель говорить одно, а ваш говорит другое. Ну как можно разогнать? Ну видите, то, что заинтересованная сторона должна быть, есть мотивы, это суд разберется. Разберетение того, что ваша сторона не заинтересована. А какая? Ну вот пусть закажет, мое не заинтересоваться, или наоборот, есть суть. Это не я обвиняю человека в том, что он меня и сделает. Не шумите. Тише, чего вы кричите? Вы записаны на 13 часов. Да. Сформулируйте свои мысли. Единственное, что... Ну вот я как понимаю, я вам просто по-человечески говорю, если вот у меня находятся вещи в этом помещении, допустим, я принялся, говорю, что полежит. Нет, нужно вынести. Охранник, она же не знает наши отношения, она мне говорит, вы куда? Я должен подтвердить, взять проректор, у которого находится, сказать, там, Саша, Петя, Ваня, напиши, что это вещи, я принес, я тогда по охраннику, я выхожу, то же самое с вами. Я обратился за этой бумагой. Я обратился за этой бумагой. Не у нее же, а у комментариев. Так вот услышите ее ответ, она хочет, чтобы я доказал, что это мои вещи. Совершенно верно. Так вы позвоните, вы продлите своему сотруднику РАК, которого вы уполномочили. Причем? Она была свидетельна, когда я выносил эти вещи в своей комнате, и она вам докажет, что это мои вещи, ну раз вам так надо. Есть перечень вещей, которые Павел хочет выносить? Нет. Есть перечень вещей, которые я хочу выносить? Ну это он так излагает. Хорошо, в его изложении есть перечень вещей, которые... В заявлении Он писал нам письма Сколько там номинований? Я не помню, там много На скидку 15 номинований Плюс-минус Парни занимался, вы понимали Место на 6 метров квадратных На первом этаже 111 комната При этом он хочет вынести вещи С 5 или 4 других комнат Которые находятся на разных этажах Первый, второй, третий, четвертый Есть объяснение Комнаты абсолютно разные вещи Он настаивает, что у него есть ключи От этих комнат Есть разрешение от этих жильцов Смотрите, в день переезда Мы же с вами прожили 4 года Мы товарищи с вами Говорит, я не могу забрать свои вещи Говорит, я тебе дам Письменное разрешение, что я тебе даю Полномочию забрать мои вещи Один человек Он человек, проживающий в другом номере? Конечно За который говорит Оля Анатольевна Другой человек То есть нам не только свои вещи забираете Конечно Но и их вещи Потом есть еще два заявления От моего товарища И от моего другого товарища Они пишут, что все вещи, которые принадлежали мне И находятся в моей комнате Он объясняет, почему они там находятся Он там проживал Они свою подпись на материальное заявление? Они подписали это заявление И отправили так же самое на почту Не они подписали Ну это же можно установить Вы же должны постоянно Смотрите, они написали заявление С применением своих паспортных данных Все как я говорил Они написали заявление С паспортными данными С подписью своей Это же можно А вдруг вы знаете паспортные данные Подписали вместо них Пусть подтвердят нотариальное Что это действительно они То есть сделайте по-человечески все Добрый день Юридически выверенно сделайте Ну представьте себе на месте Вот рукой Как вы считаете Каждая бумага Которую вы хотите, чтобы я заверял Сколько она мне обойдется В подстоимости этой заверенности А как вы хотите, чтобы я поверил В подпись, которую я не знаю, кто поставил Есть Смотрите Можно с человеком связаться? Можно увидеться с человеком? Подведите этих людей Пусть к моему присутствию попишутся А я заверю Печать у кадровика И никаких денег воплотить не буду Хорошо Если вы согласны Так я к вам Где ваш кабинет? Это форма 29 кабинет 29 кабинет Хорошо Я могу получить ваш номер телефона Чтобы мы с вами согласовали Время встречи Чтобы я привел людей Вы сюда придете В час дня Я вас буду ждать А вы туда будете завтра Да Хорошо Я тогда приведу Ну есть люди, которые есть на месте Есть людей, которые нет на месте Поэтому я приведу завтра Хотя бы одного человека Который подтвердит Хотя бы Нет Никак одного Хотя бы Если вы приведете Хотя бы одного То будете претендовать на вещи Которые находятся В сумке Хотя бы одного Еще один момент важный Один человек Из которых не дает разрешение Находится за границей Он физически Никак не сможет здесь быть Просто Потому что он уже находится за границей Он Есть у нас Законом Разрешение То есть Принятие парламентом Где установлено Что человек может обращаться В письменном виде Заверяя это Цифровой подписью Или подписью Подписанной от руки И сфотографировав Отправить это Как обращение И оно имеет Такую же юридическую Утверждено И оно имеет Такую Нет Оно не требует Материального утверждения Оно имеет Такую же Юридическую силу Как и обращение В письменном виде Обратите внимание Это законно прописано Я могу зараз Открыть Что у меня есть Я могу уже Сейчас вам предоставить Этот закон Которым Я сейчас руководствуюсь И он дает Право Принимать это Как за Задействующий документ Вы можете вообще Вот завтра В час дня Что был предметный разговор Весь свой текст Взять листок бумаги Я излагал его Вы думаете Я не излагал У меня есть вот копия Я могу вам сейчас Дать познакомиться Вы будете удивлены То что я говорю Оно записано на словах На этом На бумаге Конечно Вы что думаете Я пошел сюда сейчас Из бухты барак Начинаю предъявлять Какие-то претензии Дважды Вот скажите правильно Почему По какой причине Не хотят они отдать Я вам говорю По какой причине Они сомневаются Они Ну до этого Знаете До избиения Без проблем Давали вещи носить Только произошло конфликт Я написал заявление в полицию Ракшка мне подошла И говорит Не пиши заявление в полицию А чего произошло избиение Мы выносили вещи Вот тот холодильник За который идет речь Который там остался Он тянется Он нет Мы просто Пересеклись с ним Я поинтересовался С любопытством Что вы начинаете ремонт Он говорит Тебя это ебет Иди куда и шел Не ругай Не ну он так Ко мне обратился Нормально вот так он сказал Вот А я говорю А что вы мне хамите Эмоциональный Вы очень эмоциональный Да потому что Нарушать мне права мои Сейчас Сейчас Мы прервем Вы занимаетесь своим делом Мы завершим эту беседу Мы договоримся О встрече на завтра Ну я вызвала Зачем Ну как Мешает рабочему процессу Нет Ну уже не мешает Вышел Зачем нам обострять отношения Давайте мы Давайте мы все таки Нет Мы хотим зафиксировать Павел второй день Приходит Устраивает скандал Он же ректор В данном случае Просто требует И просто записался Зачем нам обострять Эти отношения Ну это вы Вот В силу того Что вы уже Вникли Добрый человек Да 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 Я просто Я не нарушаю ничего У меня есть запись Которая подтверждает Что я не нарушаю ничего Я провяжу А на каком основании Вы меня снимаете? Вы При государственном полномочении Вы Я имею право Вы ошибаетесь Одесская государственная академия Снимаете? Конечно Видите Человек обвиняет меня в том Что я нарушаю порядки Видимо докажешь Я не нарушаю порядки Для полиции Можно определить? Не имеете права Меня снимать Хорошо Я ваше лицо Скрою на фотошопе Не переживайте Не надо вообще меня снимать Вы знаете Нет Вообще Вы не имеете Даже вот журналисты Которые приходят Зачем вы это делаете? Снимаете Стоите А по другому Ты не докажешь Вы видите Человек меня уже Обвиняет на ровномечении Что я нарушаю порядок И спокойствие Так вот А представляете Вот если Если вы приходите В организацию Допустим Другую И не можете Найти Ту справедливость О которой вы мечтаете Есть порядок Вы обращаетесь В правоохранительный орган С этим же заявлением И они в принудительном порядке Доставляют все ваши вещи И как бы так И обязывают Обязывают Того же руководителя Здравствуйте 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 Первый контакт Это я вызывала вас Павел Тарасевич Второй день Приходит в приемную ректора Устраивает скандал И срывает этим Рабочий день Видите Вот пример Вот пример Отношения А вы говорите О чем тут можно договориться Нет Я не обратился В такую форму Вы извините Павел О чем я должен вам извинять За что За что Видите Вот у меня вопрос У меня вопрос К полиции будет К вам Вот вы приехали сейчас На вызов Почему Когда я звонил Вчера На вызов На ту же ситуацию В тот же конфликт Вы не приехали А вот Распоражение ректора Вы приехали быстро Причем очень быстро Вопрос Почему Потому что Вчера была одна смена А мы с ним Затупили на другую Семь Мы не знаем О Видите Как выходит Что случилось Павел 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 Это наш бывший студент Мешканец гуртожитку Он второй день Вчера был вызов Сегодня Сегодня Пришел в приемную ректора Устраивает крики На повышенных тонах Срывает работу ректора Приемной Кричит На просьбы Говорит тише Он не реагирует Он говорит что он плохо слышит Не разбирает голос мой на видеосвязи При этом он сейчас нормально слышит И все отчетливо понимает Кричит что Просто громко разговаривает Просто громко Они считают Вот я с вами говорю сейчас Есть видео Оно записывается С первого этапа Как я только что сюда пришел И я на таком же самом тоне На таком же самом Этом Говорю И она считает что я кричу Ну я эмоциональный человек Да я говорю Чуть повышенном тоне Чем относительно другие люди У меня есть основания Я возмущен В чем проблема Мы не знаем Я вас не вызывал У меня нет проблем Я вот жду ректора На прием К примеру У меня нет проблем Я вас не вызывал Она считает что есть Какие-то основания вызвать вас Значит она вызвала Вот можете к человеку К этому обратиться Я просто вас поинтересовался Какая суть проблемы Конфликта Конфликта Я обратился к ректору Чтобы он не вернул мои вещи С общежития Они закрыли общежитие Поставили охрану Не впускают никого Вещи отдавали До тех пор пока я не написал заявление в полицию Меня сотрудник этого учреждения избил И против него открыта уголовная ответственность Ну не ответственность А уголовное дело Был суд вчера Который я выиграл И они бесятся Конечно они бесятся Потому что я против них Понимаю кибиш Понимаете Им же это не нужно И вот они начинают ставить палки в колеса Почему ты тот Почему ты сё Почему ты так Почему ты так У вас гражданское правило отношения Да конечно Я намерен Вот я пришел зафиксировать Их отказ на камеру Для того чтобы я мог в суде Потом предоставить Как вещь доказ Того что они Препятствовали мне доступ К моих вещам К моему имуществу И прочее Ну а как по другому я буду доказывать Полиция вчера не приехала Ну как мне по другому ещё доказывать Ну вот поэтому Как вариант Я записываю видео Она мне рассказывает Что я не имею права записывать Ну то пусть в суде Это обвиняет меня Я вам ещё нужен Сейчас зашёл коллега Сейчас пообщается Выяснит Я извиняюсь Я вам нужен Или мы завтра встречаемся В 10 Я вам нужен Хорошо У вас сколько заседания Ещё раз Встречи Ну встречи Или заседания Что у вас там будет Встречи да Час дня Час дня да Хорошо Спасибо Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо 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 Спасибо